Жители села Джилпакташ с гордостью могут говорить, что новая дорога будет построена и с их участием. Люди добровольно жертвуют деньги на строительство автотрассы. Многим, кто принял участие в марафоне по сбору средств, важно, чтобы строительство началось как можно скорее. В марафоне, организованном сельчанами, участвовали и чиновники. От фонда президента передали сертификат на 30 миллионов сомов. Не с пустыми руками пришли и предприниматели Узгинского района. С инициативой организации марафона выступил фонд развития Джилпакташ, что поддержали многие местные жители. Лично я из семейного бюджета выделил 65 тысяч сомов, чтобы нам построили дорогу поскорее. Я сам из села Тузбель. Все знают, у нас дорога почти разбита. Я думаю, что все радуются, что нам построят дорогу и организовали этот марафон. Не только жители сел Джилпакташ и Куршап, но и все кыргызстанцы нам отправляют деньги. Я слышал об этом. Еще хочу отметить, что сегодня к нам на марафон приехали россияне, а также узбекистанцы. И они тоже вносят средства на строительство дороги. Это меня очень радует. И еще много мигрантов и бизнесменов, которые тоже выделили большие суммы. По словам организаторов марафона на строительство дороги собрано 12 миллионов сомов. Работы начнутся с поступлением средств из президентского фонда. Сейчас предварительно начат мониторинг оползнеопасных участков на автодороге Куршап-Джилпакташ, чтобы новая трасса была полностью безопасной в обход мест, где постоянно сходят оползни и сели. До этого из нашего министерства мы выделяли средства и построили 12 километров дорог. Но все равно дорога нуждается в обновлении. Из фонда президента выделили деньги. И жители сами также вносят суммы, какие могут. Я думаю, что у нас достаточно средств. И когда проект будет готов, мы сразу начнем строить. Будет качественная дорога, чтобы по ней могли ездить большегрузы. Внести свой вклад в строительство готовы и трудовые мигранты. Уроженцы данной местности. А местные жители говорят, что готовы помочь в качестве дополнительной рабочей силы. Мы организовали этот марафон как эстафету. Сегодня нам сказали, что в Карасойском районе и в Каракульджинском районе тоже организовали такие марафоны. Мы сами составим комиссию из местных жителей и будем контролировать строительство до самого конца. Потому что из фонда президента тоже выделили деньги. И у нас сейчас есть почти 12 миллионов сомов. У нас есть деньги в общей сложности на 6 километров дороги. Это уже не первая подобная инициатива в Узгенском районе. Однако в сельском округе Джилпакташ этот марафон стал первым по стране по дорожному строительству. За счет средств местного самоуправления государства здесь ежегодно асфальтировали только километр дороги. Теперь она будет отремонтирована полностью.